Государственный музей спорта представляет цикл программ Герои Белых Олимпиад. Многие отговаривали ее от работы с юным спортсменом, утверждая, что он лишен артистических способностей, которые так важны для победы в фигурном катании. Однако, вопреки мнению окружающих, Татьяна Тарасова увидела и раскрыла в Ягудине талант. «Я считаю, что Алексей – это моя лучшая работа», – говорит она про своего воспитанника. Алексей Ягудин настолько точно передавал на льду музыкальное настроение, настолько ярко воплощал образы, что его катание превращалось в мини-спектакли. Однажды Ягудин сделал номер на музыку из кинофильма «Гладиатор», с которым выступил на чемпионате мира в Ванкувере. Под эту же музыку тогда выступали еще два фигуриста, но их катание было несравнимо с номером российского спортсмена. Неслучайно после чемпионата мира актер Рассел Кроу, исполнивший главную роль в фильме «Гладиатор», прислал Алексею Ягудину на день рождения свою фотографию с дарственной надписью. Своего тренера Татьяну Тарасову Алексей Ягудин называет второй мамой. Единственный раз, когда они серьезно повздорили, случился как раз накануне Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. У спортсмена тогда сильно разболелось бедро, и он попросил снизить нагрузки. Однако до олимпийского старта оставалось мало времени, и Татьяна Тарасова отругала своего воспитанника. Тот не сдержался и ответил грубостью. Татьяна подошла к фигуристу, и своей тяжелой рукой, на которой было множество перстней, дала Ягудину такой подзатыльник, что он почти сразу забыл про боль в бедре. Вместе с Тарасовой Алексей Ягудин поставил удивительную по зрелищности и техническому наполнению олимпийскую программу на музыку к игренизации романа «Дюма. Человек в железной маске». Эта программа вошла в золотой фонд лучших ледовых выступлений. Государственный музей спорта. Хранитель спортивной истории.